Хозяйство племхоза Нара-Осановский было организовано в далеком 1969 году на малоосвоенных землях. Сегодня это динамично развивающееся производство, которое имеет высокие показатели качества своей продукции. Для кормления чистопородных животных хозяйство производит собственные кормовые культуры, а руководит колхозом опытный сельскохозяйственник Александр Рыхлик. В этом году в племхозе Нара-Осановский произошли изменения. Был успешно обновлен и запущен в эксплуатацию цех по производству цельномолочной и кисломолочной продукции. На реконструкцию затрачено порядка 40 миллионов рублей. Здесь полностью произошло переоснащение всего комплекса, начиная с уборочной техники. Мы сегодня наблюдали, как они начали уборку сена и заканчивая машинами по усушке и непосредственно уже заготовлению кормов для животных. Предприятие среднего размера позволило себе достаточно эффективно выстроить вертикально интегрированный код. Раньше подобного рода примеры мы могли видеть только в крупных предприятиях. Установка модернизированного оборудования позволит увеличить производство продукции до 10 тонн в смену. Сейчас племхоз занимает лидирующие позиции и является отличным примером для других хозяйств региона. Мы сегодня посмотрели, как работает техника. Здесь довольно активно пользуются всеми программами поддержки и лизинга, и возмещения затрат на приобретение техники, оборудования, которые предоставляются по линии Минсельхоза и по линии Министерства экономического развития. Посмотрели, как действительно в эксплуатации себя ведет техника российского производства. Дело в том, что сейчас акцент и по стоимости, это гораздо дешевле, и по надежности на производителя именно российского. У племхоза 23 торговых точки по всему району. Передвижные и стационарные. Ежедневно на их прилавки поступают свежие продукты без консервантов. На достигнутом племхоз на Раосановске останавливаться не собирается. Впереди много перспективных планов. Мы строим там еще дополнительно помещения, будем развивать более твердые сыры, будем развивать йогурты, несколько видов. У нас сейчас трех видов выпускается, еще хотим два вида йогуртов добавить, выпускать. Там планируем еще твороженую массу выпускать. В рамках открытия обновленного цеха также прошло совещание с представителями 20 крупных молочных предприятий. Участники встречи обсудили внедрение новых технологий по заготовке кормов в полевых условиях с применением современного кормоуборочного комплекса. Анна Пряхина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».